Генеральный партнёр программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнёр программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Праздник спорта. На курорте отметили День физкультурника масштабным флешмобом, конкурсами и турнирами. Самый вкусный церковный праздник. Сегодня православные отмечают медовый спас. А у нас во дворе. Как анапчане создают уют не только себе, но и окружающим. В городе продолжается конкурс на самый лучший дворик. Новая рабочая неделя, исполняющая обязанности главы «Анапы» Юрий Поляков, начал с посещения ряда ключевых для жизнедеятельности города-курорта объектов. Единая дежурная диспетчерская служба, ситуационный центр головы и городская больница. Визиты прошли в обсуждении текущего положения дела и проблем, с которыми сталкиваются в работе руководители учреждений. Оперативный дежурный ЕДДС «Стрелков» во время моего дежурства происшествия чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования не зафиксированы. Юрий Поляков детально знакомится с аналитическим центром, куда стекается информация о работе всех объектов жизнеобеспечения. Любая нештатная ситуация, как на ладони, предстает перед дежурными. В их руках и координация действий аварийных формирований и городских служб. С коллективом муниципального учреждения Юрий Поляков обсуждает важные вопросы. Запуск нового пожарного поста в рассвете, обновление спецтехники для тушения пожаров и спасательных операций, обеспечение бесперебойной работы системы оповещения. «Необходимая такая структура, которая держит на контроле все опасные ситуации, которые проходят в Анапском районе. И, конечно, отрадно видеть, что она так оформлена, и одни из лучших украинцев». Чем живет городская больница, какие проблемы и достижения у нее есть? Исполняющий обязанности главы Анапы обсудил с персоналом ключевого медицинского учреждения курорта. Юрию Полякову бросились в глаза недочеты, для устранения которых не требуются серьезные средства. Нужен обычный хозяйственный подход. «Я чисто по хозяйски смотрю, провода, подрезки какие-то. Ну это ж можно подвязать там, пристегнул. Нет, оно все так, а висит, то есть вид такой вот». «Посовременец, как мы называем. Я вам был врач, говорю. Я понял». Приемный покой, хирургический корпус, реанимация. О технических возможностях учреждения говорит современное оборудование. Справляется ли персонал больницы с нагрузкой в пик курортного сезона? Об этом Юрий Федорович напрямую спросил у руководителей подразделений. «Марина, скажите, в курортный сезон объем работы увеличивается у вас значительно? Охватает людей вам? Это осень, я понимаю, мы приходим на то количество жителей, которые у нас». «Позволяет принимать аппаратуру, позволяет. Если все в рабочем состоянии, мы, конечно, можем большое количество населения исследовать». Не остались без внимания жалобы, которыми пациенты делились в социальных сетях. Об условиях лечения и содержания Юрий Поляков узнал из первых уст. «Как отношения, как кормят, как обслуживают, это что означает?» «Пусть живут, да?» По итогам визита исполняющий обязанности главы Анапы попросил подготовить для него список проблем учреждения и поручил тщательно следить за порядком и чистотой на территории больницы. «Частное подворье» начинается не со двора, а с фасадом. Так считает один из участников конкурса «Самый уютный дворик». Внешний облик, как одежка, по которой встречают соседи или просто прохожие. Увлеченные этой идеей стараются увлечь и других. «Сказочные лебеди» во дворе седьмого дома по улице Стахановской. Их сделал местный художник на личные деньги Любови Быковой. Она руководит домовым комитетом. В конце июля прошло заседание. Решили, что из четырех домов на конкурс «Самый уютный дворик» нужно выдвинуть именно этот. Здесь шесть подъездов. Перед каждым клумба. И у каждой своя хозяйка, которая за ней ухаживает. Кроме того, здесь видят уют не только в том, чтобы садить новые цветы, но и беречь ту растительность, что уже есть. Деревьям во дворе столько же лет, сколько дому. Больше тридцати. За домом тоже маленький сад. В соседних домах постепенно перенимают опыт. Эту клумбу, если можно так сказать, возделали в этом году. Мы, мы саженцы, у меня чего-то много. У меня очень большой опыт, знания по озеленению. Я работаю 40 лет, почти уже 45 лет в озеленении. Где что, когда высаживать. Я вот сейчас даже делюсь опытом тому, кто к этому тянется. Понимаете, это очень-очень важно. Хозяин этого частного дома в хуторе «Рассвет» также агитирует соседей высаживать перед домом больше зелени. Они купили дом недавно и уже включились в процесс. На противоположной стороне Алексей Коротких подстригает траву, в основном из противопожарных соображений. Он живет здесь уже 10 лет, как ушел на пенсию. До этого проработал на севере 35 лет. Там был дачный участок, где, несмотря на короткое лето, семья выращивала огурцы, картошку и смородину. Здесь мы с удовольствием вкладываем желание свое и радуемся тому, что мы тут руками своими делаем. Я считаю, что должен порядок быть во дворе, за двором и в голове всегда. Поэтому я вот приезжаю по пунктам населенным, мне просто как-то обидно, что люди владеют землей самым дорогим, что у нас есть на земле, так относятся к ней не по-хозяйски, нерасчительно. И поэтому я всегда с женой, рано встаем, начинаем с улицы, потом внутренним двором, заканчиваем. Беседки, два фонтана. Так выглядит внутренний двор. Хозяева считают его уютным, поэтому решили, что стоит попробовать поучаствовать в конкурсе. Он проводится уже около 10 лет. Деньги идут на дальнейшее благоустройство. Конкурсная комиссия вот-вот должна приступить к работе. Церемония награждения пройдет в День города на главной сцене. Мы продолжаем цикл сюжетов к 80-летию Краснодарского края о людях, внесших неоценимый вклад в развитие Анапы и Кубани. Раиса Лукманова – заместитель председателя Совета ветеранов Анапского сельского округа. Семь лет после выхода на пенсию трудится на благо родной станицы. В Совете сразу три отдела проводят приемы граждан, помогают пожилым людям и организовывают встречи с младшим поколением. Во всей этой работе она принимает самое активное участие. К ней обращаются не только за конкретной помощью, но и за простым советом. По словам Раисы Кузьминишны, больше всего ветеранам необходимо внимание. Вечный огонь – один из главных символов победы Великой Отечественной войне. В станице Анапска рядом со стелой воинской славы местный совет ветеранов установил памятник участникам Трудового фронта и детям войны. Финансирование получили от местной администрации и депутатов. Раиса Лукманова принимала активное участие в создании монумента. У нас же в Анапском районе столько детей войны, столько жителей Трудового фронта. Но просто внимания им сейчас не уделяется. Они даже меньше льгот имеют, чем просто ветераны труда. Люди, которые прошли войну. Вот такой у нас памятник, который чтят и теперь будет детям ясно, что были у нас такие люди и есть дети войны. Раиса Лукманова родилась и выросла в усатовой балке. Она коренная казачка. В 1862 году ее прадеды основали хутор. По воле судьбы в юности ей пришлось уехать из Анапского района. Сначала закончила Суриковское училище, потом объездила с мужем почти всю Среднюю Азию. Из-за работы супруга оставаться на одном месте долго не получалось. Попробовала себя во множественной профессии, от повара до начальника отделения связи. Когда родственники предложили ей вернуться, она не раздумывая согласилась. А это моя родина. Это моя родина. Когда еду к ней домой, возвращаясь, я со словом «дом» замирает сердце. Все, чтобы не было, где бы нас судьба не гоняла. А слово «родина», хоть она и маленькая, это душу греет. Я хочу, чтобы дети были счастливы, здоровы. И я буду счастлива. Вот мое счастье и мое кредо. И здесь, чтобы людям помогать. Помимо основной работы в Совете ветеранов Раиса Лукманова ведет активную волонтерскую деятельность. Она приносит пожилым людям продукты и лекарства, участвует в организации праздников, ведет прием граждан в Совете. На полках множество наград. Все это общая заслуга, считает председатель Совета Эдуард Мавян. И отмечает, вклад Ларисы Лукмановой в общее дело невозможно переоценить. Раиса Кузьминична с первых дней, как пришла, как была самым активным человеком у нас при Совете ветеранов, она по сей день остается таким же активным человеком, как и была. Вот что можно сказать о ней. Только хорошее. Везде нет отказа. Меня нет. Она организовывает, она встречает, она провожает. То есть все работы делаются. Но в целом делается и совместно с остальными членами Совета ветеранов. Сейчас Раиса Кузьминична помогает воспитывать четверых внуков. Один из них учится в казачьем классе. В семье особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Ну а как жить по совести и добиваться намеченных целей, бабушка всегда готова подсказать. И в душе должна быть доброта, ласка. И трудиться надо не забывать. В 70 лет она не собирается уходить на пенсию. Говорит, у нее еще много идей и планов. Как минимум на полвека хватит. И желание помогать людям намного сильнее, чем усталость. Два дня подряд анапские спасатели снимали с катамаранов в открытом море по пять человек. Причалить туристам мешал так называемый отжимной ветер, который дул с берега. Причем о неблагоприятных метеоусловиях специальные службы предупреждали заранее. В настоящий момент ситуация на море позволяет использовать катамараны и надувные матрасы. Однако спасатели предупреждают, море переменчиво и погода может в любой момент измениться. В этой ситуации туристам нужно быть внимательными, не игнорировать предупреждения. Если есть сомнения, то достоверную информацию можно получить у матросов-спасателей. Кроме того, внимательнее относиться к предложениям со стороны прокатчиков. У меня большие претензии сейчас к тем лицам, которые предоставляют плавсредства, такие как катамараны, такие как, будем говорить, не совсем легитимные средства использования на воде. И здесь рекомендация одна. Прежде чем платить деньги, а это бизнес. Я обыватель, я пришел на берег, увидел предоставление, причем массированное предоставление рекламы катамаранов. Я обязан задать вопрос. Вот я не справился с управлением, у меня какая-то техническая заминка. Кто и как ко мне придет на помощь? Если вы не увидели прямого ответа, если вы не получили исчерпывающую информацию о том, кто и как вас спасет, значит лучше отказаться от этого вида услуг. Сегодня православные христиане празднуют Медовый Спас. Торжество вместило в себя и народные традиции. С него начинается Успенский пост, прозванный в народе лакомкой из-за обилия сладкой выпечки. Мед принято освещать в храмах. Он становится не простым угощением, но еще и подарком. Его преподносят в знак уважения, а также раздают нуждающимся. А праздничный стол должны украшать традиционные блюда. Блины с медом, маковые коржи, медовуха и сладкая выпечка. Здесь представлен мед самых разных сортов. У Лии Николаевны своя пасека. Она занимается пчеловодством уже 20 лет. Семейное дело подхватили и дети. Привозят в храм свою продукцию не первый год. Каждая баночка сделана как для себя. Поэтому пчеловоды ручаются за качество и вкус. Весь мед осветили. С утра от покупателей не было отбоя. Для Лии Громовой праздник Медовый Спас имеет очень большое значение. Медовый Спас – это уже большие рамки. Это уже пчеловоды рамки запечатаны. Самый пик сегодня. А там уже идет на спад. Мед – это сила. Мед – это все. Это иммунитет, это здоровье. Там аминокислоты, антиоксиданты. Все в меде. А что такое антиоксиданты? Это раки. Все против раков, против опухолей. Что такое? Вот это мед. Медовый Спас – первый из трех. За ним следуют яблочные и ореховые Спасы. В христианстве спасение означает проявление любви Бога к людям. В эти дни принято освещать воду, мед, фруктовые плоды. По вкусу он ничем не отличается от несвященного, но значимость, духовность, сущность этого хорошего и полезного продукта православный человек чувствует. Медовый Спас дает начало Успенскому посту. Он длится всего две недели, однако считается одним из самых строгих. Практически во все дни нельзя есть даже рыбу. Елизавета с утра побывала на службе. По словам прихожанки, для нее пост – прежде всего духовное очищение. Все собираемся, всей семьей. Еще с воскресенья доели все остатки, как православные говорят, скоромной пищи. И сели на гречку, на овощи, на фрукты, на вкусные помидоры, огурцы. По словам протеерея Александра, праздник имеет духовное значение. Медовый Спас – это не просто праздничный стол, а соблюдение традиций церкви. На курорте отметили День физкультурника, по-настоящему народный праздник. На театральной площади состоялся турнир шахматистов. Все желающие также смогли принять участие в игре дартс. Отдельная площадка для любителей силовых нагрузок. А в бассейне Виктории и на стадионе «Спартак» конопчане сдавали нормы комплекса «Готов к труду и обороне». Награждение лучших спортсменов города, которые прославляют Анапу на самых разных соревнованиях, и парад спортивных школ города стали ярким финалом праздничных событий. Героев праздника, тренеров и всех приверженцев здорового образа жизни приветствовал исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков. Подробнее в сюжете. За несколько часов до начала праздника на театральной площади развернулись различные тематические площадки. Отделение ДСАФ организовало выставку кроссовых мотоциклов. Фанаты шахмат смогли сразиться за звание победителя. Помимо этого поклонникам здорового образа жизни предоставили возможность познакомиться с победами спортивных школ города на специальной экспозиции. Но, пожалуй, самое интересное происходило на татаме. Финальная часть праздника открылась парадом. На театральную площадь выходили представители спортивных школ города «Честь и слава Анапы», а ведущие рассказывали о победах их воспитанников. Только на отделении футбола ДЮС США «Олимп» занимается свыше 2000 человек. В спортивной школе «Виктория» более 1000, а ДЮС США номер 4 входит в пятерку сильнейших спортшкол Кубани. Анапа спортивная, потому что на сегодняшний день более 600 мероприятий в городе-курорте проведено спортивных. Хочется отметить, что более 80% молодежи, которая живет в Анапе, занимается спортом. Особую благодарность и особые поздравления хочу выразить тренерскому составу. В этот вечер на главной городской сцене чествовали лучших из лучших спортсменов и тренеров, инструкторов по физкультуре, директоров школ, всех тех, кто не мыслит жизни без движения и стремления к новым вершинам. Хочу сегодня поблагодарить наших ветеранов за то, что они сделали. Вы знаете, благодаря вашим успехам город воинской славы. Не только город воинской славы, но и город спортивной славы. Город Анапа. С праздником вас! Среди награжденных были люди, которыми по праву гордится Анапа. Подтверждение тому – несмолкающие аплодисменты. На курорте работают сильнейшие школы Краснодарского края по футболу, дзюдо, волейболу и другим видам спорта. Лучшим тренерам были вручены благодарности от имени главы города. Особо чествовали чемпионы России 2017 года по тяжелой атлетике Олега Чена. Молодые сейчас очень увлекаются спортом. Это видно, и я присутствовал на многих мероприятиях спортивных, где молодые ребята довольно хорошо себя показывают во всех направлениях. И такое мероприятие, конечно, очень радует, что не забывает спортсменов, награждает. Это очень приятно, что помнят и гордятся. В этот же день состоялось вручение золотых знаков ГТО за отличное выполнение всех тестов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса. И возраст здесь не имел значения. Юлия Фирсова вошла с золотым значком на седьмую ступень ГТО. И хоть сама является уже мамой, считает, что спорту подвластны все возрасты. Интересно проверить свои способности и возможности. Я думаю, это в любом возрасте для тренера интересно. Я хочу пожелать молодым спортсменам сил, терпения, веры в себя, в свои достижения и в то, что у них все получится. Финалом праздника стали яркие выступления клуба танцевального спорта «Луна Парк», гимнасток спортшколы «Виктория», спортсменов из клуба «Самурай». И закончилось торжество масштабным флешмобом. Анапские спортсмены запустили в вечернее небо Анапы воздушные шары. В день физкультурника пляжные футболисты разыграли миллион рублей, которые пойдут на совершенство неспортивной инфраструктуры в населенных пунктах, которые представляют победители. И финал, и матч за третье место выдались напряженными, а сам турнир, в котором приняли участие команды всех сельских округов и города Анапы, не обошелся без сюрпризов. Такой футбол часто называют «вязким», когда оба соперника действуют осторожно, осмотрительны в атаке и внимательны в обороне. Вместе с тем, даже при такой тактике, из-за небольшого размера площадки, в достатке ударов-поворотов, острых атак, так что гол неизбежен. Мяч забивает команда Витязева. В полуфинале она переиграла сборную Анапского сельского округа. Всегда хочется высокого результата, но получилось так, что смогли пройти финал. Не очень ожидаемо, но приятно. Команда Виноградного вышла в финал, победив сборную Анапы. Это был один из сюрпризов нынешнего турнира. В сельском округе есть большой стадион и своя команда. В пляжный футбол никто не играл. Решили попробовать. Выигрывает не тот, кто лучше, а кто больше хочет. Мы как бы больше хотели выиграть, мы выиграли. Я бы не сказал особо, что с ними сложно было. 7-4 выиграли. В группе были тяжелее игры. Даже с той цыбаной балкой было намного тяжелее. Проиграли, потому что мы играли три игры. Было слишком жарко, время к обеду. На прошлой неделе все видели погоду. Ноги жгло, сил не хватало. Ну и парни более готовы, потому что они играют в футбол, тренируются. Играют в Анапский район в большой футбол. И находятся в хорошей физической форме. А мы собрались, так сказать, ветераны пляжного футбола. Хоть несмотря на свой возраст. Анапчане встретились с Анапской в матче за третье место. По ходу игры сельчане проигрывали 5-2. К концу матча сравняли счет. Однако по пенальти победа досталась Анапчанам. Сид, бери Сид! Мы всегда играем только на победу. Как нас учил покойный ладир Иванович Коваленко, детский тренер Анапский? Конечно, обидно чуть-чуть. Хотя мы выходили, понимая, что будет тяжелая игра. Победа – это только удача наша. В финале витязевцы вырвали победу у команды Виноградного сельского округа со счетом 5-4. Приз за первое место – полмиллиона рублей. Деньги целевые. На них можно будет, например, оборудовать спортивную площадку, закупить тренажеры или инвентарь. В Виноградном смогут улучшить спортивную инфраструктуру на 300 тысяч рублей, а в Анапу отправятся дополнительные 200 тысяч. Турниры с аналогичным призовым фондом по самым разным видам спорта уже традиционные и будут продолжаться до осени. Анапчан приглашает принять участие в съемках фильма. 16 августа в городском театре состоится кастинг актеров массовых сцен для военно-исторического художественного фильма «Крепость Бодобер». Стартуют съемки в начале сентября. По просьбе кастинг-дирекции фильма Управление культуры администрации города-курорт организует подбор актеров массовых сцен. Не менее сотни молодых людей требуются для участия в сценах боев. Военные баталии станут центральным действием в будущей картине. Съемки исторической ленты будут проходить на территории выработанного песчаного карьера в районе села Юровка. Организаторами заявлены определенные требования к типажу внешности будущих актеров. Их можно предварительно уточнить по телефонам кастинг-группы, указанным на экране. Всех, кто желает принять участие в съемках фильма «Крепость Бодобер», ждут 16 августа в городском театре по адресу улица Крымская, 119, кабинет номер 29, начало в 14 часов. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В Тавровских мясных лавках «Любительская Тавровская 209», «Сосиски Родионовские Экстра 237», «Краковская 529», «Тавровские мясные лавки» в Анапе, «Парковая 93А», «Крымская 98», «Амелькова 28» и «Астраханская 75А». По прогнозам синоптиков, 15 августа в Анапе ожидается переменная облачность. Днем и вечером возможны дожди. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Ночью прохладнее, 22 выше нуля. Ветер переменный от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр «Анапокеан»» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте своей здоровью профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.